Друзья, приветствую! Олег из Питера передал образцы масла Lookoil Genesis Armartec 540. Масло используется в Audi A6 C7 кузов 1.8 turbo 190 сил. Вот описание масла, условия эксплуатации, все необходимые данные есть. Эталон данного масла у меня есть в приборе, поэтому сейчас сравню свежее с эталоном, а потом естественно проверю отработку. Выбираю масло, здесь я должен был написать new новое, но запарился и пишу параметры отработки. Косичокс, столько информации, что периодически у меня возникают тут траблы. Сейчас прибор проверил частоту окон, измеряет фон, это необходимые такие калибровочные алгоритмы. Закладываю пару капель и посмотрим, что намеряет прибор в этом свежем. 110 по противоизносным присад, чуть больше. Кислотный 1.94, в эталоне 2, разница 0.06 и щелочной 11.1, в эталоне 1.1. Практически одно и то же, разница минимальная, вот единственный момент только по противоизносным. Может это от партии зависит, есть какая-то погрешность у прибора, там до 6 процентов по воспроизводимости. Ну и может быть погрешность, может партии там чуть чуть больше навалили или подправили, не знаю. Ну вот такие показатели, то есть у меня нет сомнений, что это лукойл 99.9. Ну и можно приступать к проверке отработки. Так вот видите, значит автомобиль как говорил 197, 190 лошадиных сил 17 года, объем масла 4.5, общий пробег 91.000, пробег на масле 10.5, чуть больше, 220 моточасов. Высокая, очень средняя скорость 48 километров в час, расход 7.6, ну и эксплуатировалась с сентября 21 по март 22 и топливо 95 кириши, сургут нефтегаз. Смотрите, значит противоизносных присадок 63 процента, гликоля 0, ну по чуть-чуть нитрова не нарастает, 3 сотых сажи, ну нормальный уровень для такого пробега. Так, кислотная 0,3-0,3 и щелочной 6,5. Еще есть запас, ну масло жирное само по себе так и, значит, щелочное высокое, то есть оно еще живое, в принципе. Средняя скорость, да, вот Олег написал, он работает и ездит как раз по кольцу на работу, то есть такая средняя скорость, ничего тут удивительного нет, можно сказать, что это трасса, причем такая там 110-130, допустимая до 130. Так, далее покажу вам, что произошло с вязкостью, свежие отработки, ну и посмотрим на оценочный ресурс. Да, видно по вязкости есть проблема, учитывая среднюю такую высокую скорость, то проблема есть. Подливают, мне кажется, подливают форсунки топлива. Посмотрите, я оценил 56 процентов от максимального уровня до красной зоны разжижения. Нехарактерно, в принципе, на такой скорости масло должно выпариваться при таких скоростях, там 100 и выше, там масло нагревается до 100 градусов и топливо должно выпариваться. Вот, здесь, видимо, есть какая-то некоторая проблема с форсункой, или с форсунками, или может с одной. Ну и посмотрите, какой ресурс у меня получился, значит, при нынешних условиях эксплуатации. 17200, почти 360 моточасов, отличный результат. Ну, здесь по нитрованию, видите, по нитрованию может быть воздушный фильтр, значит, расхода масла нет, значит, вряд ли это может быть клапан вентиляции картерных газов, чуть-чуть пора уже там помыть, я не знаю, проверить. Вот, ну и, конечно, вязкость, вот, а может быть и какое-то влияние оказывает топливо, которое в приличном количестве присутствует в масле. Ну, вот такие, смотрите, показатели, то есть 15700 минимальный пробег, который можно использовать, 320 моточасов, я считаю, что результат очень достойный. Вот, тут вопросов нет, как бы не хайли, и у кого бы не было каких предупреждений. Масло хорошее, достойное, вот, данный тест это наглядно демонстрирует. Ну, здесь условия, конечно, такие, достаточно приемлемые, высокая средняя скорость, вот, не настолько высокая, чтобы масло убивалось от превышения температуры, от совсем, вот, скорее всего, Олег ездит так разумно, разумно быстро, что можно сказать, по самому мотору, вы видели, есть проблема с топливной какая-то, подливает немного, возможно, если устранить ее, то все будет в порядке. Ну, и там, по воздушным фильтру, скорее всего, надо посмотреть, может быть, менять фильтр вместе с маслом, или использовать какой-то более качественный, масло будет работать дальше. Ну, а так, 15000, в принципе, в таких условиях можно менять, ну, может, не 15, там, чтобы не перекатывать там, ну, не то, что перекатывать, а 14, там, 13, оптимальное, наверное. Вот такой получился тест. Благодарю Олега за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.